Всем привет! В предыдущих видео мы с вами знакомились с основами создания проектов. Теперь перейдем к их выполнению. Я напомню, что проект выполняется в приложении ZenoPoster. Давайте его запустим. Интерфейс нового ZenoPoster выполнен в лучших традициях торрент-клиентов. Отображается актуальный список заданий, которые разделены на группы по состоянию. Уполняется, выполнен, остановлен, запланирован. Давайте добавим на выполнение один из ранее созданных проектов. После добавления проекта в панель настроек, можно изменить основные характеристики его выполнения. Нужное число успехов. Требуемое количество безошибочных выполнений проекта. Количество попыток. При выполнении проекта могут возникать ошибки, поэтому можно указывать количество попыток выполнения. Проект закончит свое выполнение, когда количество успехов или попыток станет равным нулю. Для выполнения также можно задать нужное количество потоков. Один поток – это один экземпляр браузера. Например, при выполнении проекта регистрации в пять потоков, пять различных регистраций будет выполняться одновременно. По умолчанию это значение равно минус единице, что означает задействовать все свободные потоки. На выполнение задания можно установить приоритет для обозначения наиболее важных задач в списке. Для обеспечения анонимности выполнения заданий могут использоваться прокси, которые скрывают реальный IP-адрес машины. Использование прокси может быть обязательным, по возможности или не использовать их вовсе. Прокси могут быть подобраны по вашим требованиям. Например, только американские IP со скоростью выше 30 кбит в секунду. Для этого используются правила подбора проксей. Для заданий могут быть установлены специальные метки. Это ключевые слова, корпирующие задания по общим признакам. Например, постинг в соцсети или создание Web2.0 закладок. Данные настройки делают выполнение задания более гибким. Но заполнять все из них не обязательно. Для быстрого начала выполнения можно воспользоваться специальными кнопками панели задания. Плюс 1, плюс 10, плюс 100, что означает успешное выполнение задания соответствующее количество раз. Итак, настройки выставлены и задание автоматически начинает свое выполнение. О входе выполнения нас информирует колонка прогресс, а также вкладка лог, где отображаются сообщения о выполнении задания, предупреждения и ошибки. Если нам требуется более детально следить за ходом выполнения, мы можем отобразить работающие потоки. Давайте это сделаем. Все потоки теперь доступны для мониторинга, и мы можем следить за ходом выполнения в реальном времени. При повторном нажатии на кнопку «Показать» все потоки будут вновь скрыты. После завершения выполнения задание переходит в раздел «Выполненных». Спасибо за внимание.